По выборам мне бы хотелось, чтобы все мы, участники русского движения, зафиксировали результаты этих выборов. Так называемое конституционное большинство в Государственной Думе опирается на поддержку максимума 10% населения, или 10% от числа избирателей, имеющих право голоса. 10%! Это можно вот как-то запомнить и всегда эту цифру везде приводить. То есть это не демократия, которая является тиранией большинства, это тоже плохой режим. Это тирания ничтожного меньшинства, ничтожного. И даже те 10%, которые голосовали, они же предадут, вот те, кто наверху находится, в любой момент. Ну просто вот чуть-чуть качнется ситуация, они тут же предадут. И сами себя, они друг друга все предадут. Они не создают никакой сплоченной группировки, пока, если возникнет какой-то внутренний конфликт. А когда он возникнет? Я уверен, что Путин только вперед ногами из власти выйдет. Но вот в этот самый момент они еще начнут делить на светство. А можем мы, вот не дожидаясь этого момента, что-то сделать? Вот мне кажется, что навряд ли. Но если мы ничего не будем делать до этого самого момента, то к этому моменту мы будем ничем. Нам надо постараться к этому моменту быть чем-то. А что мы из себя представляем? Мы представляем из себя общество, из которого постоянно во власти рекрутируют наиболее способных людей. Вот проявился человек где-то там на общественном поприще. И вот тут же приглашают в депутаты, в муниципальные, в федеральные, в администрацию куда-нибудь. И общество все больше и больше проседает. И кажется, что государство усиливается. Да нет, то, что мы видим сейчас, это полный распад государства. То, что мы видим Российской Федерации, это уже не государство. Одна фанера осталась от нее. Потому что нет ни закона, ни судов, ни народного представительства. И президент Петрушка непонятно кем управляемый. Это уже не государство. А рекрутируют, продолжают забирать. Вот сейчас мы представим себе, нашли мы сейчас ресурсы. И как начали мы работать, ну тут же найдутся покупатели, которые кого-то из тех, кто присутствует за этим столом, увидят и убедят, что надо послужить отечеству. Давай-ка ты в администрацию президента или в администрацию какого-нибудь губернатора или в министерство. Ну вы же хотите реализоваться как профессионалы, да? Как экономист, как ученый, как военный и так далее. Постараются, убедят и снова ослабят наше движение. И в этом наша слабость, что мы готовы сослужить государство, которого уже нет. Но не готовы служить обществу, из которого, собственно, государство и формируется. То есть общество начинает ослабевать из-за того, что мы перестаем быть верными народу, который это общество образует. Вот в этом беда, в этом наша слабость. Будут президентские выборы. Несомненно, победит ставленник олигархии. Наша главная задача, так же, как и на этих выборах, объявить о нелегитимности этих выборов. Мы выиграли эти выборы. Я не согласен, что мы их проиграли. Мы их выиграли. Мы встали в единственную верную позицию неприятия фальшивых выборов. И мы оказались на стороне подавляющего большинства граждан. Они думают так же, как и мы. Они не поддерживают нас, потому что о нас почти ничего не знают. Но они думают, да, как мы. Значит, мы можем рассчитывать в перспективе опереться именно на подавляющее большинство. Нужно ли нам выдвигать своего кандидата? Понятно, что это выдвижение, это жертва. И у нас такие жертвы уже есть. Они сидят в тюрьме. Самое безопасное место сейчас для кандидата в президенты – это тюрьма. И кроме Владимира Васильевича Квачкова, я не вижу такой жертвы. Вот он готов. Он готов к кандидату в президенты. Если изменится ситуация, он может быть президентом вполне. Его век недолг и по возрасту, и по состоянию здоровья. Но он вполне, как президент, может принять необходимые решения в течение очень короткого времени, что изменит ситуацию кардинально. Поэтому нет ничего в этом странного и непрагматичного выдвижения кандидата, который не будет зарегистрирован, который не будет президентом. Но если чудо возможно, если оно свершится, то он может быть президентом. А раз может, мы можем его поддержать, можем его выдвинуть. И что делать нам в ситуации разложения русского движения? Самое главное, это избавляться от идеологических врагов и предателей, которые занимаются доносами, которые превращают русское движение в кешевт, в свою мелкую зарплату, мелкие какие-то подачки со стороны власти, или каких-то там псевдооппозиционных сил, либералов, как мы там Ходорковского и так далее. Без этого будет все равно все рыхлым и распадающимся. Если нет ядра верного идеи, то не будет никакого движения. Сколько бы мы ни пытались объединяться, садиться за круглый стол, договариваться, не будет никакой договоренности, потому что нет никакой ответственности друг перед другом. Нет верности, прежде всего, идеи. А за какую Россию, за какой русский народ мы боремся-то? Если у каждого своя собственная мысль тут бьется в голове, то мы разойдемся в разные стороны и все. Я думаю, что это главное, это идеологическое ядро, русский национализм. Без него никакое русское движение невозможно. Будем уклоняться в эту нацделовщину. Ну все это, это те же самые либералы, только с таким флером национальным. Якобы они за русский народ. Да точно такие же либералы, которые идут и скандируют, мы за европейский выбор. Ну за европейский выбор тогда он туда, в Парнаск, к Ходорковскому. Идите. Какие вы русские? Вы же точно не русские националисты. Заблудшие, да, может быть, когда думаетесь, мы с вами готовы обняться. Но сейчас вы либералы. Если вы национал-большевики, ну вы коммунисты, у вас Ленин, Сталин, ваши вожди, ваши божества. Идите туда. Причем здесь русское движение. А вот как это все объединить? Это невозможно объединить. Либо русский национализм, и мы знаем теоретиков русского национализма, русского зарубежья, там начиная с Ильина. Если вы к этому пытаетесь пристыковать большевизм, коммунизм, либерализм, то все рассыплется. Без идеологического ядра ничего не получится. И мы, когда вот соединяемся в русский национальный фронт, мы уже создали прототип большой коалиции. Но мы постоянно вспорим, мы постоянно наталкиваемся на эти проблемы, что мы точно не знаем, за какую Россию для русского народа мы боремся. Если мы этого не будем знать, если мы не проварим вот этот идеологический вопрос, то мы только останемся вот такой вот маленькой группой. Даже если представить, что мы сейчас переселились в Государственную Думу, что мы из себя будем представлять? Для людей, которые каждый свой личный, частный проект будет реализовывать. Это бесполезно в таком случае участвовать, соединять, собирать эти ресурсы, ради того, чтобы собраться, разругаться и разойтись в разные стороны. Не будет никаких денег или вас купят просто. Если у вас появляются деньги, значит вас купили. А вы могли даже это не заметить. По крайней мере, вы начинаете действовать в русле тех, кто вам заплатил. Наверное, им выгодно это. То есть действительно, я считаю, что кроме как рассчитывать на нематериальные ресурсы, нам больше не на что. Только нематериальные ресурсы. А кто рассчитывает с помощью политики поправиться в материальное положение, тот очень сильно ошибается местом. Тогда надо идти в единую Россию. Там тоже на самом деле места уже заняты и уже все распределено. Поэтому нецелесообразно вообще рассчитывать на эту сторону бытия материального. Только не материальные. Идеальные цели. Если мы ставим идеальные цели, тогда нас и уважают будут именно за это. Потому что никого другого не осталось. Все остальные делят материальные ресурсы. А мы должны преследовать нематериальные цели. И второе по поводу учиться, привлекать, народ идти. На самом деле мы существуем, и кому надо, тот нас найдет. Кому это действительно надо. А если не надо, то он и не ищет. Но мы его найдем, чего мы ему скажем. Он на нас посмотрит, как на клоуна или на какое-то шоу. Мы ему какой-то ролик покажем. Он скажет, ну и спасибо, я посмотрел. Так же взамен какого-нибудь фильма. Или придет на какую-нибудь конференцию, там послушает. Если кто-то к нам приходит, то мы должны ему говорить так. Ты к нам пришел или просто поглазеть? Если к нам, то тогда вот есть направление деятельности. Выбирай. В следующий раз, если не выбрал, то лучше не приходи. Есть направление деятельности, очевидно. Если кто-то что-то не умеет, он должен сам учиться. Мы и не научим. Когда мне пишут в интернете, я готов, я готов. Ну сделай там вот репосты. Ой, а я не знаю, как ссылку на видео поставить. Я должен объяснять человеку, когда уже сплошь молодое поколение, играющее со всеми этими ресурсами работает. Если вы не учитесь, значит вы не освоите этих новых информационных технологий. Они предполагают самообучение. И никогда мы никого не обучим в значимом количестве. Это смешно, даже на это рассчитывать. То есть мы должны работать с теми, кто уже готов. Кто умеет что-то делать и хочет что-то делать. Их очень мало. Но мы можем рассчитывать только на таких людей, которые самообязанным готов что-то делать. Сначала только в одиночку. Я все время спрашиваю, что ты можешь делать один? Вот это и начинай делать. А потом мы посмотрим, может быть кто-то к тебе подключится или мы к кому-то к тебе подключим. Если ты пришел с тем, что ты ничего не делаешь, то тогда мы как бы разводим руками, если ты ничего не можешь делать. Значит ты вне движения, ты просто сочувствующий. У нас таких сочувствующих много, которые издалека там посмотрели, видеоролик, лайк поставили. Но это не соратники. И нам на них рассчитывать невозможно. А когда произойдет полная переформатива, то не он произойдет. Произойдет потому, что те люди, которые рассчитывали только на монетизацию всей реальности, они проваливаются с полной очередностью сейчас. То есть государство как таковое исчезает, и их материальный ресурс тоже растворяется. Они спасут что-то, но как значимые экономические и политические субъекты, они исчезнут. Значит, начнется какое-то новое строительство другого общества и другого государства. И к этому мы должны прийти с определенными умениями, способностями и ориентирами. Если этот ориентир материальный, то человек может больше вреда нанести, чем пользы. Вот это самая большая опасность. Поэтому консолидация вокруг идеи, выдвигать кандидатов в президенты нужно, и разоблачать нелегитимность и враждебность этого режима всему русскому, что еще осталось в России.